Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на канале Лабытнанского телевидения в студии Андрея Симоненко. Предлагаю вашему вниманию обзор городских событий с подробностями и комментариями. Вначале коротко о сегодняшних темах. На Ямале приняли социально ориентированный бюджет на трехлетний прогнозный период. В год экологии на Ямале жители голосуют за лауреатов городского конкурса «Гордость» Лабытнанги, чьи проекты сделали город чище. Семья из поселка Харп нашла применение алюминиевым банком. Их не выбрасывают, а делают оригинальные медальоны для животных. Дом культуры пригласил горожан на Бажовский киновечер. Зрителям предложили посмотреть фрагменты фильмов, снятых по знаменитым сказкам уральского писателя. В Лабытнанге строится ледовый городок. Тематика – будущий юбилей городского округа. Успешная адаптация к детскому саду пройдет легко. В Центре игровой поддержки ребенка и стенок детей готовят к новому этапу в жизни. Депутаты Законодательного собрания округа приняли бюджет на 2023 и два последующих года. Несмотря на экономическую ситуацию в стране, бюджет Ямала остается сбалансированным и будет нацелен на повышение уровня жизни ямальцев. Финансирование позволит, не снижая темпов, продолжит реализацию всех 22 государственных программ развития региона. Согласно прогнозу, доходы окружного бюджета на 2023 год составят 283 миллиарда рублей, что на 14% выше плана этого года. Все обязательства перед ямальцами будут выполнены в полном объеме, а бюджет развития в общем объеме расходов составит 39%. Основной упор в следующем году будет сделан на сохранении стабильного финансирования ключевых направлений здравоохранения, образования, строительства нового жилья и социальных объектов развития дорожной сети. Расходы окружного бюджета в следующем году составят 334 миллиарда рублей, это на 22% выше уровня этого года. В планируемом периоде рост финансирования ожидается по всем направлениям. На образование на 14%, здравоохранение на 20%, социальную политику на 10%, развитие строительного комплекса и жилищной сферы на 25%, дорожное хозяйство на 56%, развитие транспортной инфраструктуры на 44%. С 1 января 2023 года все региональные пособия проиндексируют на 6,1%. Для удобства будет введено единое пособие на детей и беременных женщин с низкими доходами. Оно объединит 6 действующих мер поддержки. Также в бюджете Ямала предусмотрены расходы на поддержку военнослужащих в зоне специальной военной операции и их семей. В следующем году продолжится реализация приоритетной задачи губернатора Дмитрия Ратюхова по расселению 1 млн квадратных метров аварийного жилья. В текущем году удалось обеспечить исполнение наполовину. Пик водожилья в округе ожидается в следующие два года. Продолжится строительство начатых объектов школьного и дошкольного образования здравоохранения, начнется и проектирование новых. Для больниц региона в следующем году планируется закупить 3000 единиц оборудования, в том числе диагностическое, эндоскопическое и офтальмологическое. Дороги продолжат оставаться в приоритете и в следующем году финансирование на их строительство и ремонт сохранится на прежнем уровне. В нормативное состояние приведут 175 километров региональных и 72 километра муниципальных дорог. В год экологии на Ямале объявленным губернатором Дмитрием Артюховым жители голосуют за лауреатов городского конкурса «Гордость» и Лабытнанги, чьи проекты сделали город чище. Мы уже рассказали о двух финалистах в номинации «Эковолонтер». Сегодня расскажем о директоре Дома детского творчества «Левша» Анатолии Бублики из Харпа. Уже не первый год харпские ребята помогают птицам легко пережить суровые зимы. Сами делают кормушки из пластиковых бутылок, регулярно наполняют их семечками, зерном и крупами. Чего сделаны эти кормушки? Из вещи, которые вообще нам не нужны. Правильно, то есть это вторичная переработка в родственных материалах, правильно? Мы из вещей сделали кормушку. Правильно, это мало того, что мы спасаем животных, подкармливаем их, мы еще перерабатываем отходы. Мы уже два года делаем эти кормушки и помогаем птицам, чтобы они не замерзали, не пропадали с голода. Анатолий Бублик считает важным прививать детям любовь к природе. Ребята ходят в турпоходы, получают основные навыки туризма и знакомятся с растительным миром Ямала. А еще регулярно выходят на субботники, участвуют в акциях и создают мультфильмы о полезных экопривычках. Мы сохраняем экологию, потому что мы ходим собирать мусор, делаем фильмы по экологии. Мое личное мнение, что воспитывать надо с самых-самых малых лет, в том числе даже показывать ребенку, как выбрасывать тот же мусор, как его сортировать. То есть, за экологию будущее, потому что без чистого воды и без чистого неба не будет следующих поколений. Анатолий Бублик – один из финалистов конкурса «Гордость Ваяла Бутнанге» в номинации «Эковолонтер». До конца голосования осталось чуть больше недели. Самое время поддержать участников. Карина Чербакова, Владимир Николаев, программа «Время местное». Семья из поселка Хар принимает участие во всех экологических акциях. Сортируют мусор, бережно относятся к природе и любят ухаживать за домашними животными. С недавнего времени нашли применение алюминиевым банком. Их не выбрасывают в контейнеры, наоборот, собирают и делают оригинальные медальоны для животных. На гаражном производстве побывала наша съемочная группа. Давно занимаемся, получается, сортировкой мусора. Пластик поставили контейнеры, тоже сдаем, перерабатывают его дальше. А алюминий, проблема, куда его сдать? Тут толком нет пункта приема, либо это невыгодно сновать. И возникла идея, куда, что, как. Начали изучать интернет, как можно это все организовать. С недавнего времени гараж стал местом, где Мария с мужем обустроили маленькое производство переработки алюминиевых банок. Идейный вдохновитель, она же и готовит исходный материал, прежде чем перейти к следующему шагу. Смятые банки необходимо измельчить. На предприятиях обычно это делает шредер. Все автоматизировано. Но из-за невозможности приобрести его мы делаем это все вручную. А вот за технический процесс отвечает муж Алексей. У алюминия температура плавления 660 градусов. Для этого купили небольшой плавильный горн. Друг за другом измельченные заготовки отправляются в горячую емкость. Начинается процесс плавления. Для жесткости будущих предметов добавляют алюминиевую проволоку. У нас весит 14 грамм. Одна банка весит 14 грамм. То есть для того, чтобы переплавить килограмм, это получается порядка 70-80 банок. Чтобы выброшенная где-нибудь в лесу алюминиевая банка полностью разложилась, понадобится не меньше 500 лет. А у семьи Лисюк получается расплавить десятки банок за несколько минут. Процесс, конечно, завораживает и увлекает. Затем жидкий алюминий Алексей разливает по формам. Ждем, пока застынет. Благо на улице минусовая температура, поэтому процесс не заставляет долго ждать. Алюминиевая банка. Получилось такое симпатичное сердечко. Получился вот такой вот материал. То есть игрушку детям, какой-нибудь кулончик или новогоднюю игрушку уже можно для себя сделать. Мелочь, а приятно. Фантазия не знает границ. В руках творческих людей получаются вот такие эксклюзивные брелоки или медальоны, где можно сделать любую гравировку с именем и адресом вашего домашнего животного. Стоимость таких сувениров от 100 рублей. А еще Мария нашла применение и ключиком от банок. Она изготавливает ошейники для кошек и собак. Кстати, за совместную работу съемочной группе подарили эксклюзивный брендированный брелок. От нашей небольшой организации примите подарочек. Спасибо большое. Теперь я буду знать, куда сдаваться железные банки. Судар, мы всем примем. Дерия Самородова, Владимир Николаев. Программа «Время местное». Департамент культуры округа подвел предварительные итоги уходящего года. Он выдался насыщенным по ряду новых проектов. В год культурного наследия народов России, объявленным президентом, на Ямале была организована большая культурная программа. По инициативе губернатора был дан старт проекту «Ямальские встречи», где северяне знакомятся с интересными людьми, ведущими представителями культуры и искусства нашей страны. Изменения коснулись и внешнего облика ямальских городов. 24 новых мурала – это изображения на жилых домах и объектах – появились по итогам фестиваля уличного дизайна. Продолжается масштабное преобразование школ искусств округа. В этом году приобретено 366 единиц музыкальных инструментов. Обновление музыкального фонда прошло в 14 школах. Благодаря нацпроекту «Культура» продолжается преобразование ямальских библиотек. Впервые была внедрена мера поощрения преподавателей, концертмейстеров за подготовку детей-победителей творческих конкурсов. Поощрение предусмотрено в форме единовременной денежной выплаты от 40 до 60 тысяч рублей. За 10 месяцев этого года поощрение получили 99 человек. Также был увеличен размер специальной профессиональной премии события года за инновационный проект со 100 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. На что потратить средства гранта решает сам победитель. Это может быть улучшение материальной и технической базы, покупка новых сценических костюмов, поездка на обучение участников проекта или конкурс. В положение о специальном знаке «Серебряная Гагара» за вклад в развитие культуры Ямала включена новая номинация «Журналист Ямала» и предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей. Ежегодно повышенные стипендии в 5 тысяч рублей в месяц смогут воспользоваться 30 юных дарований. Благодаря инициативе президента молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может бесплатно посещать учреждения культуры Ямала и страны. Федеральный проект «Пушкинская карта» стартовал чуть больше года назад. Сегодня ее обладателями на Ямале стали 28 700 человек. Было продано 95 тысяч билетов на выставки, спектакли и концерты. По итогам 10 месяцев года в учреждение культуры было трудоустроено 25 специалистов. Дом культуры пригласил горожан на Бажовский киновечер. Зрителям предложили посмотреть фрагменты фильмов, снятых по знаменитым сказкам Павла Бажова, а после обсудить увиденное с кинематографистами и литераторами. В год культурного наследия уникальный уральский проект уже побывал во многих северных городах. В Лабытнанге его встретили с большим интересом. А я подлетел. Давно ли в кинотеатре вы смотрели советский фильм? Для молодежи это что-то вовсе архаичное. А ведь еще не так давно, каких-то 75 лет назад, фильм «Каменный цветок» покорил мир. Ему рукоплескали залы Парижа, Лондона и Токио. С показа части легендарной киноленты начался «Бажовский киновечер». Проект создан фондом «Бажов». Вечер посвящен Бажову и сказам, и экранизациям по его сказам. Это очень интересные, увлекательные фильмы были созданы, начиная с 1945 года и заканчивая нынешним днем. Это несколько, пять фильмов взяты, из них взяты кусочки, сделанные по сказам Бажова. То есть для популяризации, для просвещения, рассказать о том, кто такой Бажов, о чем он писал. Кинофильму, прославившему советский кинематограф в 40-х годах, посвящена книга. Она называется «Главный цветок страны Советов», издана ограниченным тиражом. Книга содержит уникальные материалы, в том числе настоящий киносценарий. Такое точно мало кто видел секреты сценариста. Где давал зрителю немножечко отвлечься, где давал какую-то почву для размышления. Все в этой истории. Книгу представил автор. Александр Федосов уверен, что все разговоры о том, будто современная молодежь, не интересуются серьезными книгами и литературой вообще, заблуждением. На самом деле замечательная молодежь. Если зажечь, если заинтересовать, если поманить, и поманить чем-то таким интересным, вкусным, то раскрываются сердца, раскрываются души, раскрываются в хорошем смысле головы. Интересно здесь оказаться, потому что редко такое приезжает и пробуждает в сердцах молодежи, взрослых людей, интерес к советским писателям, поэтам. Творческие встречи с людьми искусства, с писателями, режиссерами сегодня редкость. Тем выше их ценность. Приятно, что и наш город, в свою очередь, тоже произвел впечатление на гостей. Первое, что бросается в глаза, это какой-то, мне так показалось, но я же режиссерчик впечатлительный, патриотизм и романтизм стешних людей. Нам несколько человек сказало формулу, которую я понял, что это ваша фирменная формула, я приехал сюда на год, остался на 40, я приехал сюда на год, остался на 30. И вот люди, они как повторяют это, как некую мантру, это значит, что здесь что-то, какое-то место силы, да? Без сомнения, мистицизм и понимание о местах силы присущи северянам, поэтому Павел Бажов с его хозяйкой Медной горы и Серебряным копытцем нам близки. Вечер согрел души лабытнанцев. Ольга Болдырева, Эдуард Захаров, программа «Время местное». В Лабытнанге строится ледовый городок. Рабочие уже возводят горки, для этого им потребуется 500 кубометров льда, а это в два раза больше, чем в прошлом году. Тематика ледового городка – юбилей городского округа. Сегодня художники изготавливают скульптуры. Всего над созданием ледового городка трудятся 12 работников, 4 художника и руководитель проекта. Сегодня художник из Тобольска приступил к работе, создает столбы для входных групп. Местный лед в этом году хороший, чистый и без примесей, говорит Алексей Боцман. Работать – одно удовольствие. Сначала я пилой убираю то, что мне не нужно. Если это должен быть прямой столб, я его делаю более-менее прямым. Если это какая-то скульптура или композиция, я выпиливаю сначала контрпилой. Начинаю с большого, сначала пилой, потом стамесочки подровнял, подпилил, и потом уже только резьба уголком. А сначала они должны это поставить, а перед этим они еще на реке выпиливают. В этом году больше внимания уделили не скульптурам, а горкам для детей. Самая большая горка будет в виде ЖД вокзала. Она высотой будет практически 6 метров по льду. Скат будет у нее высоты, по-моему, 4,5-5 метров. Средняя горка 2,5 метра высота ската. И маленькая для детей в виде парома будет метр. Собрали деревянные конструкции, обложили их льдом. То есть нам осталось буквально выложить скаты ледяные, составить бортики. Собрали каток, сегодня первый день начали заливать каток. Небольшое ограждение сделали, входные группы. И сейчас композиция уже также готова на «Сквере Победы». Скоро ледовый городок станет местом встречи лабытнанцев. Ждут ли его открытия горожане? Ждете ли вы открытие ледового городка вообще? Да, видел, что строится уже. Почему ждете? Ну, просто интересно, что нового будет. Очень ждем, в первую очередь, потому что у нас детки скучают дома, им хочется энергию где-то выплеснуть, покататься, побегать. Поэтому для нас это будет большой праздник, наверное, чтобы дети могли покататься, побегать, повеселиться. Там покататься можно весело. С братом и сестрой хожу туда, с друзьями. Ждем, я хочу с младшими сестрами пойти покататься. Я тоже там хочу покататься с подругой, просто посмотреть, как построится. Просто видишь, как из просто обычного льда создают очень красивые фигуры, горки. И потом, как дети катаются, это очень красиво выглядит. Появится сразу новогоднее настроение, а ночью он очень красиво светится, ну, вечером. И это, ну, больше новогоднее настроение придает, веселье появится. Ассоциация, то что скоро будет Новый год, то что скоро каникулы. Горожане через две недели смогут увидеть зимнюю сказочную красоту. Открытие ледового городка запланировано на 15 декабря. Рабочие надеются, что у лабытнанцев появится новогоднее настроение. А в городе будет царить праздничная атмосфера. Анастасия Шиховцова, Эдуард Захаров, Николай Снегир. Программа «Время местное». Успешная адаптация к детскому саду пройдет легко. В Центре игровой поддержки ребенка истенок занимаются дети, которые дошкольные учреждения еще не посещают. Это отличный способ разнообразить будни малыша, подготовить его к детскому саду и скрасить мамин декрет. На базе «Едейка» проходят и семинары-практикумы для родителей, где их учат интересным премудростям. Репортаж Раи Ермолаевой. Аистенок – бесплатное решение для тех, кто не попал в детский сад. Этим малышам нет еще и двух. Мир для них пока не изведан. Центр игровой поддержки при «Едейке» помогает в этом вопросе. На занятиях педагоги развивают речь у детей, моторику учат взаимодействовать с другими людьми. Не только малыши, но и их родители получают здесь ответы на важные вопросы, находят новых друзей и опытных наставников-педагогов. Сегодня на семинаре мамы учатся, как и чем заниматься с ребенком дома, какие игрушки необходимы малышам в годовалом возрасте. Из подручных материалов можно смастерить вот такой развивающий коврик. Это отличная альтернатива дорогому – массажному. Разбудить воображение, закрепить цвета помогут и игры с бельевыми прищепками. В ходе игровых сеансов мы стараемся облегчить адаптационный период нахождения малыша в детском саду. Учим взаимодействовать со сверстниками, а также с другими взрослыми. Для родителей мы повышаем психолого-педагогическую компетентность, в ходе которой они учатся и познают что-то новое в развитии и в воспитании, обучении своих малышей. Диане год и пять месяцев. В центре девочки всегда есть чем заняться. Она учится, развивается, привыкает к новым людям, а значит в детском садике адаптация пройдет намного легче. У нас немножко проблема пойти к чужим людям, но мы стараемся, мы потихоньку уже привыкаем, адаптируемся. И я надеюсь, что мы с удовольствием пойдем в дальнейшем в садик уже без мусора. Сегодня Аистенок посещает 19 детей от 8 месяцев до 2 лет. Занятия проходят два раза в неделю. Такой центр пока есть только в одном детском саду «Едейка». Но консультации для родителей проводятся во всех. Рая Ермолаева, Евгений Садыков, программа «Время местное». Это все на сегодня. Далее прогноз погоды на завтра. Заходите на наш сайт lbtv.ru и подписывайтесь на группы во всех популярных социальных сетях, где мы размещаем оперативные сообщения и новости. Спасибо за внимание. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова